Не надо перед россиянами становиться на колени. Беларусь начинает поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. Моя оружие! Быстрее! Сколько тут тысяч? 15 тысяч? Да, говорили, больше 50 человек не забираться, понял? Или они ни хуй одного в маске, блядь, все здоровые, блядь. Они не знают, что с ними потом будет. Я маю на увазе боевиков. Хочется увидеть людей. Людей, чтобы все ожило. Даже жил этот мяч, который крутится. Это Донбасс Реалии. Я Ловкостек. Здравствуйте. Парад на 9 мая рассорил Путина и Лукашенко. Белорусский президент выслал из страны журналистов российского Первого канала и договорился о поставках американской нефти вместо российской. Зачем Лукашенко начал игру в многовекторность? Чем ответит Россия? И как эта ситуация скажется на Украине? Выяснял Андрей Дегтяренко. Парад! Равняйсь! Сверху! 9 мая. Разгар эпидемии коронавируса. Во всем мире, включая Россию, торжества перенесли. А в Минске полноценный парад. Демонстрация военной техники, отечественной и китайской. Участники и зрители на трибунах без защитных масок. Даже мысль изменить традиции, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига, победителей для нас недопустимо. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. В своей речи белорусский президент Александр Лукашенко намекает на своего российского коллегу, главу РФ Владимира Путина. Так что же произошло между Лукашенко и Путиным? Чтобы это понять, давайте вернемся к началу пандемии коронавируса, когда в Москве дали отмашку ввести режим самоизоляции, в Минске демонстративно от этой идеи отказались. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. После игнорирования карантина Лукашенко продолжает активно притягивать к себе все внимание и становится главным защитником Дня Победы на постсоветском пространстве. Поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник для нас священный. И он, получается, себе забрал славу вот этого 75-летия. Он не побоялся вируса и провел парад, как бы то, чего, значит, Путин отменил. И получается, что он снова становится таким вот вождем вот этого, как бы, Совета Фильского населения, бывшего СССР. Я думаю, что это в Кремле вызывает большое раздражение, потому что как раз вот с этим глубинным народом, как его Сурков назвал, у Путина в последнее время как раз большие непонятки. Началось все с пенсионной реформы, которая вызвала большое недовольство. А теперь вот, собственно, с этой эпидемией, с карантином, потому что на самом деле в России есть такое глухое, очень большое недовольство тем, как все это происходит. Теперь Лукашенко жалуется на российские информационные атаки. Вдруг возбудились. Как будто нет внутри России проблем. Вот надо обязательно против Беларуси. Против американцев. Критикуйте американцев. А не по зубам. Китайцев покритикуйте за что-нибудь. Не по зубам. И в ответ на критику из РФ высылает российских журналистов из Беларуси. Власти Беларуси лишили аккредитацию съемочную группу Первого канала. Об этом стало известно накануне, после того, как в нашем утреннем эфире вышел сюжет о ситуации с коронавирусом в республике. Считаем эти действия Минска абсолютно безосновательными. Проект углубленной интеграции, на который возлагали большую надежду в Кремле, он зашел в тупик. Тупик интеграционный привел к нефтяной войне в начале года, который болезненно отразился на белорусской экономике. И вот к пандемии Путин и Лукашенко подошли с большим багажом взаимных обид, раздражений и претензий. Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время, аж до 70 долларов. 68, там 65. Я уже не говорю про год 75-летия, что в Германии продают природный газ до 70 долларов. Ну, как у меня информация, там по-разному было. Но никак не 127, как для Беларуси. Беларусь начинает поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. В итоге в Минске решили снизить зависимость от российских энергоносителей. Впервые танкер с американской нефтью приплыл из Техаса в литовскую Клайпиду для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Мы рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области. Такая игра Минска в многовекторность не может не вызвать раздражения в Кремле. А российские военные эксперты прямо заявляют, уже сегодня нужно готовиться к возможному свержению Александра Лукашенко. Надо формировать такой вот пул пророссийских политиков из белорусов, проживающих на территории России, которые могли бы в случае необходимости там сразу занять ответственные посты. Потому что если в Беларуси начнется нечто подобное тому, что было на Украине, у нас должен был план действий. Как оказалось, когда на Украине произошли события, если у нас и был план, то только по поводу Крыма. Что будет, если там вот начнутся волнения какие-то, дестабилизации в момент транзита власти. И что мы тут и не должны свой шанс упустить. Превращение Белоруссии во вторую Украину, в Москве, конечно, очень сильно не хотят. Кот окончательного решения мочить, валить Лукашенко, я так понимаю, не предмет. То есть его пытаться будут все-таки уговорить и удержать его в своей орбите, хотя бы, по крайней мере, в таком формате, как это есть сейчас. Несмотря на разного рода эпидемии, пандемии, истерии, войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Тем временем, сложа руки, Лукашенко сидеть не собирается. Модернизирует армию и даже развивает отрасль белорусского ракетостроения. На основе китайского. Обновленная реактивная система залпового огня «Полонез». Дальность стрельбы до 300 километров. Правда, союзница Россия предоставлять свои полигоны для испытаний почему-то отказалась. Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, ну, то представьте, как будут вести себя другие государства. Не надо перед россиянами становиться на колени. Как эта ссора Лукашенко и Путина аукнется ближайшему соседу – Украине. Рассчитывать, что Беларусь при Александре Лукашенко резко выйдет из зоны российских геополитических интересов, все же не стоит. И дело не только в расположенных на ее территории российских военных объектах. У Путина и Лукашенко слишком много общего. Общий культурный код, тоска по СССР, антизападничество, презрение к правам человека и демократии, пульт сильной власти – все это их объединяет. На протяжении всей войны на Донбассе, конфликта России и Украины, Беларусь нисколько не сократила военная сотрудничество с Россией. Более того, Лукашенко, тот же Лукашенко, который гарантировал Украине безопасность, неоднократно заявлял в 2014-2015 году, что, мол, если ситуация действительно будет, пойдет эскалация конфликта, то есть будет втянутся конфликт в Запад, то Беларусь, даже если, мол, Россия не будет права в этой ситуации, она все равно будет поддерживать свою союзник. На днях американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост посла США в Беларуси помощника замгоссекретаря Джулии Фишер. До так называемого нового курса Александра Лукашенко полноценное дипломатическое сотрудничество между двумя странами стояло на паузе целых 12 лет. Цыплят по осени считаю. Пройдет время, потом мы сядем и посмотрим, кто был прав. Подробнее о том, почему Александр Лукашенко в разгар пандемии отказался от введения карантина в Беларуси, вы можете посмотреть, нажав на подсказку в углу экрана или перейдя по ссылке в описании выпуска. Россия на втором месте в мире по количеству больных коронавирусом. Цены на нефть низкие, экономика падает. О тяжелых последствиях пандемии уже открыто говорят в правительстве. Но что в этих условиях ждет российскую армию и оборонку? Заставит ли кризис экономить на новом оружии и как отразиться на боевых действиях на Донбассе? Расскажет Ярослав Кречко. Стрельбы в горах Северного Кавказа. Маля, орудия! Быстрее! Танки под Оренбургом и высадка десанта вблизи Нижнего Новгорода. Бомбардировщики в Ростовской области. Российская армия тренируется без оглядки на коронавирус. Коли ми подивимося на бойову оперативну подготовку Збройних сил Російської Федерації, то на фоні НАТО, яке фактично припинило міжнародні навчання, на цьому фоні Росія не знижує рівень бойової оперативної подготовки. Більш того, демонструється те, що інтенсивність заходів буде підвищуватися, навіть в складних умовах коронавирусу. Тобто жодне навчання поки що в Росії не було скасовано. В цих пропагандистських відео з учених, которые снимає телеканал «Звезда», ресурс российского Минобороны, военнослужащі часто без масок. І, оно і понятно, в армії не соблюдають дистанцію. Ми не беремся судити о распространенній середі них коронавируса. По офіціальним данним, больних всього нескільки тисяч. Але є доволі показательний пример – парад, який готовили к 9 мая. Скільки тут тисяч, х**, мать? 15 тисяч? 15 тисяч? 15 тисяч. І це автори розслідування пообщались с курсантами і военнослужащими только із шести подразделений. Всего к параду готовились 40 частей – 15 тисяч человек. Репетиції все равно продолжались, военных возили на социальных автобусах. В Алабино – это место в Подмосковье, где не точно копия Красной площади. Парад был перенесен только 16 апреля, решение Владимира Путина. Почему так долго принимали решение о переносе парада, можно только догадываться. Но, скажем так, мы предполагаем, что парад – это такая, знаете, идеологическая, системообразующая вещь. Человеческий фактор в боеспособности воинских частей безусловно важен, но коронавирус через экономику способен повлиять и на перевооружение армии. В России действует госпрограмма до 2027 года. Например, по последним данным Минобороны РФ до конца этого года только в сухопутные войска поступит 120 танков, 160 боевых машин пехоты, 460 бронетранспортеров, десятки новейших бронемашин, 35 гаубиц, 30 реактивных систем залпового огня. Ну и еще много чего. Вопрос – цены на нефть низкие, будут ли деньги? Те основные корпорации, структуры, госкорпорации и так далее, вот оборонки, они включены в тот список 600 основополагающих предприятий, которым государство будет оказывать финансовую поддержку. Говорить о том, что они встанут – они не встанут. Но о падении темпов, о сокращении годовой программы, я думаю, это безусловно. Просто иначе быть не может, понимаете? Они ведь тоже часть страны, часть нашей экономики. В конце прошлого года Владимир Путин заявил, что количество современной техники в российской армии достигло 68%. Уже в ближайшее время планировали выйти на уровень 70%. И, возможно, темпы перевооружения сбавлять не будут. Ведь еще в начале апреля премьер-министр РФ заявил о поддержке оборонно-промышленного комплекса. За государственную программу до 2027 года предпочиталось, что Российская Федерація закупит певный обсяг оружейной техники. Сейчас этот термин перенесен из 2027 года до 2024 года. Еще один аспект – это если раньше было квартальное финансирование, то сейчас они уже предпочитают 80% финансирования по тем контрактам, которые есть. Мы имеем картину, что Российская Федерація фактически скорочит термины для выполнения державной программы закупивания оборонно-промышленной техники. И здесь, по словам эксперта, несколько вариантов. Либо власть РФ понимает – денег в будущем не будет и экономить придется даже на армии. Либо все проще – в 2024 году президентские выборы, и перед ними нужно заявить об очередных успехах. Причем не только модернизации армии, но и на международной арене. В этом году самое масштабное учение РФ «Кавказ-2020». Как считает Михаил Самусь, участие примут более 100 тысяч человек. И подключить к ним вполне могут 8-ю армию, в состав которой, по данным украинского Минобороны, входят так называемые армейские корпуса группировок ЛДНР. У Украины есть план А, Б и С. Так говорит президент Владимир Зеленский об окончании войны на Донбассе. За год остановить ее не получилось, но план А, минские договоренности, все еще в силе. По крайней мере, пока. Но как долго этот формат еще протянет, и на что готова пойти Украина ради договоренностей с Россией, узнавал Роман Погулыч. Главари группировок ЛДНР неожиданно и почти синхронно делают заявление. Привели свои вооруженные формирования в повышенную боевую готовность. Объясняют это обстрелами со стороны украинской армии. По отчетам ОБСЕ и военным сводкам, стрелять на Донбассе и правда стали немного активнее. Но президент Украины Владимир Зеленский уверен, причина в другом. И та сторона действительно, если бы она просто перестала стрелять, что они действительно должны сделать, то, чтобы они не провокировали, все бы закончилось. Но они не знают, что с ними потом будет. Я маю на увазе боевиков. Вплив на них мает единственный влияние Российская Федерация. И они должны, и после этой заявки пана Пасечника, и я уверен, что у нас будет терминовая встреча в минском формате, должны на них вплинуть. Попытки просто перестать стрелять неудачны. Разведение войск хотя бы на нескольких новых участках фронта согласовать не смогли. Но Украина по-прежнему пытается заставить работать мирные переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. В начале марта планировали создать консультационный совет, в котором боевики становились участниками переговоров. Украинцев возмутила такая идея, в итоге от нее быстро отказались. З таким самим статусом і правом голосу, як і представники української делегації. Змінювався статус Росії зі учасника переговорів, як це передбачено Мінською ТКГ, на статус спостерігача, який паралельно надавався би ще представнику Німеччини і Франції. Ми ж розуміємо, що тут все гібридне в Мінському процесі, і створення навіть такого начебто дорадчого майданчика однозначно вплинуло би на логіку ведення переговорів. Вместо консультативного совета Київ тепер предлагає розширити переговори, підключив переселенців з Донбасса. Кто войдет в эту групу, пока неизвестны. І тут два варіанта. Вони либо стануть частини української делегації, що нелогично для переговорів, либо приглашенными лицами, як і боєвики. Але це ще потрібно согласувати в самому Мінській. Маневр, який предлагає Резников і Ермак, це попутка виконувати пункт 12 Мінських соглашений о согласований українського законодавства і процедури виборів з Ордло, з представителями Ордло, перетрактовав смысл слова Ордло. Тобто вместо боєвиків вони хочуть говорити з представителями оккупуванних територій, які їх покинули. Боєвики, як такові, ніколи пока що диваться не собираються. Їх приглашає АБСЕ. І я думаю, що, несмотря на наші реляції об їх російських паспортах, я думаю, що АБСЕ продолжить їх приглашати. Еші одне предложення вже від Росії. Це регламент роботи в рамках трехсторонній контактній групи. По суті, хочуть создати чіткий механізм виповнення рішень і наказання за їх невиповнення. Рассказав замглави ТКГ Алексей Резніков во время онлайн-обсуждення мирного процесу в Фейсбуке. Говорит, якщо щось і підпишуть, то не вовред Україні. Але при умові, якщо це буде п'євидиком. Якщо ні, тоді продоможемо розмови, як вони були, і в шість років тривали. Зрозуміла логіка Російської Федерації. Вона хоче, щоб Україна брала на себе якомога більше зобов'язань. І Росія, звичайно, цим гратиме. І вона наполягатиме, щоб відповідальною стороною другою для України були саме якісь представники ОРДЛО, а не Російська Федерація. Механізмів змусити Росії виконувати, ані наявні мінські документи, ані нові протоколи чи рампові угоди неможливо на сьогоднішній день. А що сама Росія? В Мінскі їх позиції остається непреклонною, ніяких уступок. Но неожиданно Дмитрий Козак, который занимается вопросом Донбаса в Кремле, 13 мая полетел в Берлін. Достигли соглашения о взаємных дальніших действиях по урегулированию, мирному урегулированию конфликта на Україні, по решению множества непростих задач, которые требуют решения в взаємодействі с представителями Донбаса, представителями України. Росія, як всегда, пытается вовлечь в переговори представителей боевиков. Но возник вопрос, неужели про Україну теперь говорят без присутствия самой України. В МИДе комментирують дипломатично, партнерам доверяют, і все в порядке. Коли певні контакти відбуваються, обов'язково на тому чи іншому рівні, в подальшому відбувається комунікація, і сторони доводять про ті ключеві сигнали, які були озвучені під час контактів з іншими партнерами. Німеччина намагається відігравати роль об'єктивного і неупередженого, так би мовити, посередника, брокера. Німеччина і особисто Меркель відігравали, і, я думаю, будуть продовжувати відігравати провідну роль в тому, щоб примусити Путіна виконувати свої зобов'язання. На мій погляд, українській стороні треба більш стісніше працювати, і тому, я думаю, що якраз візит Козарка, це був такий, знаєте, спусковий гачок, який має показати українській дипломатії, що вже час виходить з дипломатичного карантину. Мінські договорінності планировали виконувати к концу 2015-го, а вже 2020-й, і тому к ним в українській делегації відноситься скептически. Але никаких других соглашений нет, да і к Минську привязані санкції. Експерты считають, що якщо прогреса после всіх попыток України не буде, то до конца року Київ так чи інакше покинет чи приостановит переговори в цьому форматі. Ведь, як уверяє українська власть, у нее є план Б і С, але в чем він заключається, не объясняє. Парк кованых фигур і парк Щербакова, Донбасс-арена і набережная – ці міста були і остаються для дінчан. Вовремя прошлой нашій прогулки по Донецку ми розказували о знакових містах, які зараз, можливо, вже навсегда разрушені війною. А сьогодні покажем, як вигляді центр міста, чим довольні і що хотіли б вернуть із довоеного времени містні жителі. Любиме місто влюбленних свадебних фотографів і, пожалуй, перше, куди ведуть туриста в Донецкі – парк кованых фигур. Парк с найбільшим количеством кованых фигур і парк, не имеючий аналога в мере. Действительно, ми проводили експертизу, то, що ми увидели в Донецкі, претендує, як минимум, на мирові достиження. Каждый год в этом парке проходит фестиваль кузнечного мастерства. До войны на Донбассі фестиваль був масштабним, международним. Сейчас участие принимають в основном местні мастера. Тем не мене, нові експонаты появляються часто. І у многих гаражан здесь є своя любима фигура і своя історія, зв'язанная з цим парком. Ми якось з жінкою тут вешали замочок. Фотографувалися тут з дітками на разных, так сказать, рядом с фигурками там. Ну, в общем, как бы вот такие. Ну, только хороші воспоминання, в принципі. Стрелец. Ну, я сам стрелец по знаку Задьяка, поэтому так люблю, так чик, как будто я стреляю з лука. Вот у нас, у меня события, только я встречалась со своими друзьями, которые живут в Шахтёрске, который жутко пострадал от всего, где Захарченко был, все вот эти вот бои. Моі университетські подружки из Снежного, Шахтёрска, вот когда они приходят в этот парк, и я их хочу провести по этим алиям, они восхищаются. Конечно, у них там жизнь совершенно не такая, как у нас. И вот мне хочется показать, как всё-таки наш Донецк в таких условиях продолжает жить. Знаки Задьяка, мы же знаете, все любим каждые. Знаки детей. Подходим к ним. Дети сейчас далеко, но общаемся хотя бы так. Часовинка наша появилась, её очень бабушки уважают. Вы же знаете, сегодня будет служба идти. Ну, хотя людей меньше стало в Донецке, но парк наш не беднеет. Мне нравится футбол. Все фигуры, которые связаны с футболом, в общем-то, мне по душе. Голубой бриллиант, футбольная жемчужина, летающая тарелка, Донбасс-арену называют по-разному. Пожалуй, это самое футуристическое здание Донецка и один из лучших стадионов Европы. Но сейчас это просто, по сути, памятник. Красота. Я просто, вы знаете, вот пришла сюда, у меня слёзы просто накатывают, слёзы ностальгии. Да, в 2012 мы были здесь на футболе. Здесь было столько, масса народу и людей, очень много иностранцев. Строили для одного, а она сейчас простаивает, очень жалко. Такое здание грандиозное. Снаружи, конечно, стало более ветхое, не знаю, но, конечно, не хватает ей, наверное, лоска какого-то. А вот какой лоск был в 2009-м. На церемонию открытия, она называлась «Гранд-шоу», билеты раскупили за один день. А вишенкой на торте стало выступление мировой звезды Бейонти. Я уже молчу о том, что творилось вокруг и внутри Донбасс-арены в 2012-м на чемпионате Европы по футболу. Сейчас в Донецке тоже есть концерты, но звёзды, которые приезжают туда выступать, уже не те. Свои хиты в этот вечер исполнили популярные артисты российской эстрады Сагодиана и Андрей Гризли. И все эти концерты проходят здесь, в Центральном городском парке Щербакова. Как только любое мероприятие, 23 февраля, 8 марта, Масленица, всё это 5 мая, 12, но это сейчас из-за коронавируса нет, а так все, все, все. Все, Масленица, всё, всё, сжигаем тут чучело этой соломины. День города, День шахтёра, 9 мая, ну, в этом году понятно, там всё поотменялось. Так были, да, людей много, всё относительно культурно. Да, Варенель, по-моему, в основном площади проходило. Аттракционы в парке, если я не ошибаюсь, работают уже лет так 50. Но сотрудники уверяют, что всё проверяют, всё безопасно. Я инженер по охране труда, да, они в хорошем состоянии, их проверяют технические инспекции, проверяют охрану труда, поэтому здесь 1 мая мы включаем, открываем, то есть за это мы несем ответственность. Я второй раз с ребёнком прохожу в очень хорошем. Я, конечно, массивный парень, страшновато. Ну, не знаю, ребёнок покатайте. В парке также можно покататься на лодочке и порыбачить. Вот же удочка у меня, я сейчас только иду с рыбалки. Ну, вот такие вот, правда, ловится. Селёдочка, кельселёдочка. Кстати, в парке Щербакова до сих пор стоит скульптура синего льва, которого ещё лет 10 назад подарил городу мэр Львова Андрей Садовой. А во Львове на железнодорожном вокзале до сих пор стоит знаменитая пальма Мерцалова в подарок из Донецка. Эта пальма, она стала символом так само такой дружбы мест, співробітництва. Она была поставлена на знак дружбы между Львовом и Донецком. И мне кажется, что с точки зрения исторических подий нещодавних это особенно ценность для Львова элемент того, что ці міста, вони залишаються побратимами. Но стоит отъехать от центра города километров 10, и там уже открывается совершенно другая картина. Конкретно это Донецк-Северный. Донецк-Северный и вот если брать со стороны Мариупольской развилки в том направлении, со стороны Марьинки. У меня находится квартира там, в которой я уже 6 лет не могу жить. У меня в доме живут порядка 3-4 семьи. Они постоянно находятся под обстрелом. То есть, если начинаются обстрелы, они спускаются в подвал. Улица Стратонавтов ведет к Тонецкому аэропорту. Раньше по этой улице можно было доехать до одного из самых больших супермаркетов метро. Вот один из разрушенных магазинов. Внутри видно даже холодильники валяются. Раньше по этой улице ходил троллейбус. Вот эти аккуратные кучи мусора на обочине это остатки чьих-то домов. Целых почти не осталось. И несмотря на то, что в этой местности и сейчас небезопасно, здесь до сих пор живут люди. И хотя боевики пытаются создавать в центре иллюзию, что город все так же живет и развивается, местные скучают потому, что раньше в мирной жизни казалось им обыденным и привычным. Как ни странно, за пробками, которые были всегда в час пик у нас. За лоском, за красотой, какой у нас был город, особенно в 2012 году. За родственниками, друзьями. У меня же по всей Украине, у меня в Карпатах родственники, друзья. В Мельницком, в Киеве. Город сильно изменился. Намного, мне кажется, беднее стало, ну, в смысле народа. Людей меньше и как-то беднее на этой почве. Мы привыкли, что он шумнее у нас, он люднее. сейчас жаль, конечно. Хочется увидеть людей, людей, чтобы все ожило. Даже ожил этот мяч, который крутится. Даже он, чтобы в него тоже была, в нем была жизнь. Таким получился выпуск сегодня. Подписывайтесь на канал Радио Свобода, чтобы не пропустить следующие. И помните, мы говорим о Донбассе то, о чем молчат другие. С вами был Авкостек. Увидимся. Редактор субтитров Корректор А.